Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение моего ФФА сериала. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней и начать просмотр с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра и не забывайте, что в комментариях не стоит спойлерить и оскорблять участников партии. Так, универ мы тут построили. Поэтому я предлагаю тут тоже построить гавань. А вот и Карфаген. Слушайте, забавно, вот у вас тоже военный, торговый и научный город-государство. А японец-то можешь сказать, какие у вас города-государства? Делегия, производство и наука. Вот у нас потому что тоже военный, научный и торговый. Они даже расположены так же. Научный ближе к центру, а военный дальше всего. Аккуратно. Аккуратно. Продолжение следует... Блин, вот эти центральные города, видите, они кучу счастья приносят. Но, видите, если их захватывают, конечно, проблемы начинаются. То есть я просто воспользовался случаем, что американца... Американец так вырвался вперед по науке, что все на него ополчились. Но сейчас, по идее, по науке... Ребята, давайте, пожалуйста, на паузу поставим. Я свет в машине забыл выключить. Быстро мы сбегаем. Хорошо. Я поставил на паузу. Сначала фары. Она разрядилась бы. А, фары не выполнили. Ну ты свет в машине, типа там внутри. Да, фары. Так. Что-то пауза не снимается. О, все, пошло. Какая у вас там погода? Чтобы на машине ездить. Ну... Днем минус 20 было, я сейчас наберем, не знаю. Минус 20? Ты что, в Сибири живешь? В Новосибирске. А, сори. Что-то я не понял по названию Новосибирской Японии. Да. Блин, у меня тут еще Владик, Кемеров и Иркутск. Новосибирск, родина Двагис, между прочим. Нет, раньше он назывался Дубльгис. Не просто раньше назывался, мне практически под каждым видео пишут. Неправильно Двагис, правильно Дубльгис. Так, знаете, что я, наверное, вернусь своей каравелкой. Ага, я могу вообще вернуться? Опаньки. Замуровали демоны. Так, что у меня тут с караванами? Из Калькутты, из Мадурая и Ахмадабада. Давайте-ка мы из Агры создадим торговца. 160 стоит. В принципе, у меня счастье норм, да? Да, мне нету смысла с кем-то торговать. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Каждый город получает культуру за каждый построенный в нем. Ну, это все нафиг надо. А вот союз позаключать можно. Так. Меркантилизм? Нет, даже не меркантилизм, блин. Колонизация, колониализм, блин. Четыре торговых пути. Надо еще один все-таки построить. Великого музыканта. А тут что? Озарение для экономики. Озарение для экономики. Это что? Два банка. Ну, это вряд ли, в общем. А, блин, слушайте, тут уже карта цилиндр. А я что-то играл, знаете, как четыре угла. Решил, что тут нельзя проплыть справа налево. 73, 61, 58, 42, 67, 72. Агастрономик, если ни одного чуда, по-моему. До сих пор нету. Я все еще не хочу открывать прямые паруса. Агро-верфь 10 ходов. Торговец 3. Давайте торговца. Так, в Ахмадабаде. Надо, видимо, купить клетку и построить. Это же редкий ресурс, да? Счастье дает. О, француз, а как у тебя квадрирема по океану плавает? Картография. То есть, когда открываешь картографию, квадриремы могут по океану плавать? Да. Что-то я пропустил этот момент. Историю плохо учил. Ну, я привык, что в Циве триремы не могут выплыть в океан. Ни при каком условии. Это еще, знаешь, в пятой сделали щадяще для людей. То есть, вообще просто не пускают в океан. А раньше в целых было, что она выплывает в океан. И если она осталась на этом ходу в океане, то она тонет. Вот это было бы круто. Так. Отправим на производство. Куда мне больше всего будет производство даваться? В Кальку тут три производства, кстати. Ну да, там потому что гавань, центр города и военный лагерь. Каждый из этих районов придает по одному производству. Так что, может, в Кальку тут действительно. Пять ходов побегать, но зато 15 производства получим. С деньгами пока вроде все норм. Так, нефрит надо обработать. Хайдерабат, блин. Хайдерабат у меня строителей клепает. Блин, я забыл союзы позаключать, кстати. Совсем. А, тут нету союза. А почему? Я ж вроде союз открыл. Или это был не союз? Союз. Хм. Могу с французом союз заключить. Вообще, я не могу это сделать с бразильцем. И с испанцем могу. Хм. Непонятно. Странно. И с японцем могу союз заключить. Почему я с бразильцем, с тем, с кем мне надо союз, я не могу заключить. Так, четыре торговых пути надо будет сейчас немножко средневековые ярмарки отложить и заняться чем-нибудь другим. Ну, видимо, гильдиями. Хотя я рынки не строил. Вот, Мадурай гавань заканчивается. Можно уже начинать, кстати, строить прямые паруса. Так что, после астрономии... Хотя, что после астрономии? Можно уже сейчас начинать открывать. Потом астрономию. Немножко затормозил я. Оно было раньше. Так, что-то испанца. Мадрид, Севилья. Ну, кстати, можно посмотреть, кто как поставил города. У всех же, типа, одинаковая местность. Американец не совсем так. Видите, он Орлеан сюда, сюда. Да, Бостон примерно так же, как и я, воткнул Ахмадабад. А нет, не совсем. Он прямо к озеру. Или даже нет. Ну да, прямо к озеру поставил. Кстати, промышленный район. Так что, у нас с армией 368, 349. В общем, еще города-государства вот тут должны быть. Ну, знаете, вообще американца правильно, что остановили. Мне просто повезло, что этот город мне достался. Но то, что у американца надо было его забирать, не вызывает сомнений. Вот у меня 6 городов. У американца 6 городов. У испанца 5. У японца вообще 4, кстати. У француза, наверное, 5, да, 5. И у бразильца 5. Почему я с бразильцем не могу заключить союз с тем, с кем мне надо? Непонятно. Так, в Мударае я построил гавань. В лагере я построил караван. Значит, куда? По максимуму производства. В Калькутту 1, 3, 2. Ну и в Преслов 2, 8. Давайте, наверное, все-таки в Преслов. Все, что глистер, это не голод. Вы часто слышали это. Послан бонус от театральной. К жилью во всех городах с тремя и более специализированными районами. У меня пока только два района. Ну вот могу еще один построить, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Ну да, надо тут строить. Только сначала надо лесу урубить. Так-то жалко его терять. Офига себе, четыре производства. Четыре еды и четыре производства. Ну нормально. Мне нравится. Тут еще, знаете, что важно, что вот видите, у меня плюс-четыре удовольствия. Это экстаз. То есть у меня дается теперь к производству плюс десять процентов, а не плюс пять, как раньше. При обычной радости. А, вот, наверное, почему мы не можем союз заключить. Потому что он ко мне делегацию не отправлял. Не знаю. А мне, кстати, и в 2D нравится, и в 3D тут играть. Япония принимает политический военный курс бастионы. В защиту играешь? Кто принимает? Япония. А, ну, блин. Шесть слов все равно лучше, чем четыре, понятно. Надо ближайшие. Плюс две науки в каждом кампусе. Я совершенно первым не стал по науке. 28, 84, 79, 64. Нет, я последний. Ну, по количеству исследованных тех. Просто там ребята, видимо, внизу идут всякие вот. Исследуют всякое строительство. Видите, тут машиностроение, вот это вот все. Да, у американцев денег нет вообще. О, точно. И, видимо, из-за того, что не было его делегации у меня, мы не могли заключить союз. В общем-то, мне союз только с бразильцем и нужен. Видишь, я смогу просто клепать фрегаты и воевать. Воевать все любое. Принимает. Отлично. Отлично. Я думаю, мне эти алмазы пока не стоит обрабатывать. Союзник сообщает, что Франция построила гавань в Лионе. Интересно, что это значит. Почему я вот это узнаю? У меня тоже Индия построила гавань в Лионе. Ну, вы союз заключили, значит, вы как бы союзники. И вы друг другу информацию делите. Я так это понимаю. Нет, вот мне это интересно. Вот конкретно. Потому что я союзник Франции или кто-то, например, отправляет караваны во Францию. Потому что там написано, союзник делится информацией. То есть явно не француз. Ну, фиг знает. Вообще, мне эта система слухов нравится. Попадаешь. Система слухов нравится. Так. Маяк. Так, стоп. Я могу опять караван построить. У меня бегает Ахмабад. Катапульта. Ой, Катапульта. Калькутта. Агра Мадурай. Знаете, давайте мы в Деле все-таки караван построим сначала. А потом гавань. Два хода до фрегатов. Амбар, водяная мельница. Это нифига не надо. Акведук не надо. Может, и всячие сады. Может, и всячие сады. Так, здесь кампус. В смысле, военный лагерь. Двагис – международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года, а также поддерживающая мой канал. Заходите на двагис.ру и совершенно бесплатно скачивайте карту интересующего вас города под вашу платформу. Кстати, теперь с навигатором. Двагис, если быть точным. Одем пять. Двагис. Елуем. Ахинь. uel has. зензибар они конечно зря не перекупают два редких ресурса корица и гвоздика и них всего по одному послу тут сидит преслов что дает а ну кавалерия это так себе конечно зензибара не оценили по моему бразилиц и так я тут думал этих овец вырубать зачем-то эту был тут наверно ставить святое место один фон до прямых крышов но университ один ход построим в принципе почему нет пока мышь пока не воюем владивосток кемерово и новосибирск знаменитые японские города ты вы свое как-то вот понимаешь ты изображаешь как будто это японские города вот народ посмотрит на это дело и скажет что ты япона фил что ты хочешь отдать наши города японии что ты на это ответишь что этом плохого ясно я не с ним я его не знаю и ребята если будете его бить я вот не с этим человеком залить ты не советские у меня тебе что 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 строительство им не кинули я тебе ну союз я любы со всеми дружу просто но ну ладно владивосток но новосибирска кемерово чтобы японцы значит ладно владивосток там посередине махачкала французская не для махачкала лисе маску надо где-то сделать мне не просто примерно географически расположены по плену зря мне кажется феральсис разрешили города переименовывать только ныть я на этих обсуждениях был по этому поводу что они уж решили на лаз ну америка промышленную эру вышло так прикинуть москва должна получиться где-то в районе дыли или вашингтона до москва в районе дыли и вашингтона или вашингтона ну я примерно так географически адекватно расположил их как на карте а стоп фрегаты да понеслась так калькутта ну два хода пускай достроится а а а так на производстве вообще по-моему гавань дает жители или нет блин как дебильно это все смотреть пока не просто ячейка горожанина хотя флотоводца уже бразилиц взял кстати бразилиц все на это дело и строит знаете что то мне кажется бразилиц будет по морю на француза мне кажется что бразилиц будет по морю на француза нападать не знаю ко мне тут француз уже караваны пустил готовится видать к войне а тем временем у американца 110 науки у меня нету другого объяснения зачем тебе столько дарил пропал ну и ладно ну тоже такой нет пускай француз будет в неведении бразилия получает великого флотоводца лоскарину бубулина лоскарина бубулина за бразилию сегодня играет астроном из мачмо фон он и нотин астронома я щас выяснил что зал с карина бубулина такая кстати может я зря оскорбляю человека сейчас почитаем я вам расскажу это первая женщина которая подняла греческий флаг на корабле ну что ж неплохо чудо света это у нас что чудо природа тут совсем с этими переводами мысль ну чудо света это у нас эти чудеса килиманджаро да ну да чудо природы вот мне тоже чудо природы а чудо света то что мы строим чудеса да да вот мне соответственно ученый чарльз дарвин дает науку за каждую клетку с чудом света то есть по идее с тем что я строю перевод корявый за чудо природы он дает вот и о том же ну скажите спасибо что они хоть поменяли а вы уверен что ревод корявые они может судили а я это ученого не могу нигде использовать а ну да в принципе тебе подсвечивается ну посмотри а рядом с килиманджаро подсвечивается тебя до сети леса подсвечивается ну отлично не все значит в переводе исправили период хочешь его был полоским островам отвести да нет уже глупар охотки поздняк ну а чилочек нет у вас дух авантюризма слушайте в общем про бабули ну правда скорее нам бабули ну она впервые подняла национальный флаг греции в россии высоко оценили мужество бабулины и впоследствии император александр первый присвоил бабулине звание адмирала российского флота и даровал монгольский меч в качестве признания заслуг таким образом лоскарина бабулина первая в истории женщина адмирал российского флота и вот у тебя бразилиц такой адмирал я его уже потратил эх ну вот у меня их три просто было так продячие торговцы чеченицы это все мне не надо бонусы за свои прошимышленные зоны центра коммерции ничего нет не надо дальше следует банковское дело дипломатическая служба но всегда селитра в тундре да да это типа сбалансированная карта должна быть там ну да ну я уже давно заметь я хотел как бы вижу что тут реально одинаково примерно все а нашел свойность кто потерял вместо плавно вообще у всех идентичные кроме люксада здесь две пшенички камушек лошади рыбка там все лежали картошечка селедочка картошечкой да не кстати могли бы сделать такие редкие ресурсы там с каких-нибудь торговцев русских и да не обязательно русским водочками ну да из холодильничка запотевшая и картошечка с укропчиком вон тут же есть менделеев великий ученый мы дали бы ему там еще дополнительную особенность да пока они занзибар не прочухали 96 у меня 125 у америки ну все равно не поможет против фрегатов как мне кажется что-то пришло ну срок должен быть только у нас союз так что нету смысла продолжать ой мне приходят слухи все все промышленные зоны строят все прям упоролись в промышленные зоны так готов красители поменять на что-нибудь на табак я уже на табак полу с кем-то меняюсь нет нет теперь возможно ну вот теперь я красительный табак меняю теперь я готов краситель на что-нибудь другое поменять серию серию сенски арсенал чего себе то есть это можно построить чудо в течение хода ну да вообще как в одиночной игре не дует воду патча было то что если там лес вырубаешь либо еще как-то ускоряешь да то у тебя на следующий ход переносится с постройка а тут прям я в течение хода как будто в одиночной игре завершила по моему это и не до патча так было да 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 так и было в общем серию сейчас будет военные эти флот строить надо пара сириус останавливать конечно не останавливает то защищаться от него я бы посоветовал его соседям теперь на море он до всегда тянется своей руку ты загребущей рукой до сотого хода не может что девяносто седьмой не аж страшно стало напрягте как электричество того так ну нас ничего не меняется мы тут чисто угораем по флоту кстати я и в хайдер абаде могу гавань потом построить да вот видите клетки добавится но сан-франциско и новый орлеан надо захватывать мне почему-то кажется что сириус тоже будет на американца нападать на лос-анджелес и на цинцинаде союзник сообщает что бразилия торгует с инди интересно чем это мы с тобой торгуем мочи тайн ему что-то брать скул а точно-точно не понял свережу до сих пор не было посольства что ли что и нужно было делегации только а ты посольство открыл эти следующим ходом тоже отправлю паровой двигатель да я чисто по водным видите еду не знаю правильно или это нет потому что ну пока еще 6 цива не изучена возможно правильнее было бы промышленные зоны строить но я решил сделать упор на морские на гавани вот на это все вообще могу каравеллу просто вот так провести сейчас я последний сыграть у конца проблем смол вон за два часа пилом он испугал война этом салонска андала чего нас за последний город государства тут открою и могу каравеллу туда вести гуманизм божественное право исследования торговая республика так а какие у нас тут вообще есть правительство теократия торговая республика монархия бонусные очки влияния скидки покупках за золото но мне вообще торговая республика нравится так что надо для того чтобы открыть торговую республику две каравеллы мне нужна еще одна каравелла в принципе одна у меня уже была давайте каравеллу построим здесь верь так вот тут вроде все правильно блинах маму ахмадабад надо пообрабатывать блин нет совсем слабенько калькутта калькутта нормально тут можно пару лесопилок броненосец открыт ну в принципе пока с морскими юнитами мы закончим каперы где каперы каперы по моему социологических исследованиях вот они в меркантилизме я как раз торговая республика потом меркантилизм не нужен великий творец и великий торговец но торговца я вряд ли получу потому что нету коммерческих зон вообще далеко тут плыть да не очень так давайте-ка мы этого скаута отправим сюда источник угля есть отлично блин а я вспомнил что если тут нужен акведук акведук надо убрать собрать урожай с овец и построить акведук все я не могу каравалу уже строить открыл броненосца зашибись на броненосца нужен уголь ясно еще уголь эту клетку надо купить по моему так вся карта хотя бы потому что мы все будем по 8 штук этих редких ресурсов скучно да по почему но торговать по сути насеку это вообще не надо ни с кем ресурсов больше ресурсов быть меньше вообще ничего не даст но это пока тяж каждый житель будет считая один ресурс требовать нет скоро у тебя начнется это это просто вначале не не надо торгнул мне так кажется так давайте пойдем так куда нам сажать ну по научным городам естественно то есть я так понял ни одного культурного города государства нету так а так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Интересно будет по углю и по нефти узнать еще, у всех будет нефть и уголь или нет? Я думаю, что у всех... Да, смотрите, уголь в одном и том же месте вот тут... Знаете, мне почему-то кажется, что уран будет только в центре почему-то... Ну, в принципе, справедливо... Если так будет... Выкупим железо... Пойдем уголь обрабатывать... Так, тут построен рабочий... Может, все-таки купить эту клетку и гавань построить... Ну, тут просто море между нами... Огромное... Такая снежинка... Карта-снежинка... Но зато все в равных условиях... Так... Где... Сириус построил этот... Венецианский... Венецианскую фигню эту... Видимо, не пока вот тут, наверное... 134 науки... У американца... Да, Сириус... Надо тебе своим венецианским археналом напрягать его... Это ты оправдываешь свое будущее нападение на него, да? Да нет... Сириус... Я тебе честно скажу... На американца нападение мировое сообщество одобряет... Я как в лице одного из лидеров мирового сообщества подтверждаю... Да, только если ты откроешь отношения, то ты видишь, что американец с испанцем в союзе... Да я вижу... Поэтому я думаю, что испанец будет на японца нападать... Не надо на японца нападать... Потому что испанец тоже в союзе... Кстати, еще, по-моему, один бак локализации... Я вот навожу на их иконки отношения... Они там пишутся, все равно идет война... Да, да... А кстати, не, в английской тоже такая штука есть... Там с ней пишется... Альянс с некоторыми... А кто кого вас там осудил? Где? Бразилия осудила Францию или наоборот? Это меня француз осудил... Я-то мирный... Так, да... Это тяпинг какой-то... Что вообще произошло? позакрывал сообщение кто принял кто не принял непонятно нифига я совершил кругосветное путешествие интересно будет какое-нибудь сообщение тут такой ачивки нет их жалко ну вообще считаю что карта маловато то есть место очень много они могли бы как-то немножко эту ромашку побольше сделать и подстольный отдать больше холмов ну подстольный у холмов это как раз баланс это ладно но могли всем холмов дать но просто так это примерно 18 производства столица чудо да тоже почти 8 ну чуть побольше 18 что надо строить те то что дает производства они кого сколько у тебя меня 22 ну серьезно слушай вот он понял до 22 и восемнадцать почувствую разницу на 4 производства просто надо тормолить а тут как настроишь всего подряд он вверх уже построилась ужас говорит бразилицу которого больше всех версий я просто люблю вверх не просто угорел по верху по верху почему это вверх гавань гавани да гавань точно о перевели нормально теперь сделали бомбарды раньше обстрел называлась мне раньше больше нравилось если чувствовал так знаешь начале девяностых время перевода всякими непонятными промптами нехотя промпт появился на аркции 90 перевод самый лучший не фаргус вообще на самом деле когда он начинал он очень хорошо переводил до сих пор помню бегущий по лезвию в переводе фаргуса blade runner квест там блин я бы до сих пор его ставил в пример качественного перевода потому что озвучка и текстово ну очень хорошо поработали а потом когда поняли что хавают и так просто потому что 2 я видел оборону древних постов до просто просто потому что но это уже мемасики делали всякие любительские это не оригинал но я знаю честно говоря но перевод прикольных короче следующий раз буду на этой карте когда играли буду знать что нужно ставить город в тундру то без серитра можно остаться чтобы не остаться без угля надо ставить на это перешей к серединке да блин тут а что кто-то еще сомневается не на города стоит по-моему тут в шестой циве чем больше городов поставишь тем лучше вообще пофигу где главное пораньше то вы хуже средневековью минут к позднему средневековью они уже какие-то не очень города стана да без разницы на самом деле было бы место чтоб ставить вас на самом деле есть только одну час мест только в середине поставить 23 вот на пустынной клетке на пустынной клетке выше махачкалы чуть ниже ртути по моему то единственное место где вообще можно поставить пользуйтесь два гис и играйте в умные игры а продолжение смотрите скорее всего завтра я лёша халецкий тот кто сделал это видео и раз вы досмотрели до конца то у меня к вам просьба поставьте лайк вам это ничего не стоит а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео ну и если вы хотите поделиться этим видео то я совершенно не против а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям спасибо что доставили до конца удачи и играйте в умные игры а